Весна – самое красивое время года. Именно в этот период, когда природа показывает всю красоту, надевая на деревья самые красивые наряды, осыпая при этом всё вокруг яркими цветами, принято выбирать самую красивую и вместе с тем умную девушку Брещины на конкурсе «Мисс Весна». В нынешнем году в финальный этап вышло 11 представительниц прекрасного пола, где им представилась возможность проявить себя в разных эмплуа. Программа конкурса включала в себя дефиле в народных и вечерних нарядах, вокальные умения, а также знания истории Беларуси. Они проводили и участвовали у себя в отборочных районных этапах и дальше уже были признаны «Мисс Весна» по мнению региона своего и делегированы на областной этап конкурса. Сегодня наши девчонки подсеревнуются в некоторых видах творчества, ораторского мастерства, пройдут близопрос и также покажут себя, как они видят год исторической памяти, что для них историческая память. И именно продемонстрируют свою красоту, как внутреннюю, так и внешнюю. На первый взгляд победителя определить было невозможно, так как все девушки как на подбор. И несмотря на то, что многим из них не исполнилось и 18 лет, они отлично выполнили первый этап конкурса, где нужно было рассказать о себе и о своих лучших качествах. Организаторы конкурса предполагали, что выбрать лучшую участницу будет трудно, поэтому предварительно провели онлайн-голосование, чтобы зрители сами заранее определили своего фаворита. Но это не значило, что он станет неоспоримым победителем. Ведь для самих девушек конкурс «Мисс Весна-2022» – одно из самых важных событий в жизни, поэтому они подготовились по максимуму. Я на самом деле человек, который очень любит сцену. И для меня сцена – это какая-то энергия, я ей питаюсь, и мне очень нравится находиться здесь, в кругу интересных личностей, девчонок, которые представляют всю область, всю Брестскую область. Участие в этом конкурсе – это прежде всего огромный, незаменимый опыт. Я испытываю очень классные эмоции, когда выхожу на сцену. Вообще я люблю тоже сцену, люблю выступать, и находиться здесь – это большая честь для меня, потому что тут собрались лучше из лучших. Девчонки продемонстрировали жюри все, на что они способны. В итоге каждая из них заняла свою нишу в своей номинации. По итогам конкурса «Мисс Весна-онлайн» стала Полина Хоменко. Первая вице-мисс Весна-2022 – Дарья Назарчук. А неоспоримой победительницей единогласным решением жюри – Александра Валентюк. Именно она забрала титул «Мисс Весна-2022». Все прошло очень быстро, незаметно для меня. Это было очень хорошее время, незабываемые впечатления. Честно, я с самого начала была уверена, что я выиграю этот конкурс. Я когда приехала, я посмотрела, что мне нет равных, и что я займу первое место. Я всегда уверена в своих действиях, я всегда везде побеждаю. Именно такая уверенность в себе присуща настоящим лидерам и победителям по жизни. Но это не значит, что другие девушки были в чем-то хуже. Просто жюри их определило именно в те номинации, которым они больше всего соответствовали. В следующем году конкурс «Мисс Весна» будет еще масштабнее, а значит и борьба среди участниц выйдет на новый уровень. Александр Богданович, Эдуард Бакунович, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович, телекомпания БУК-ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok